Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазинс Роллеплей. Думаю, по названию ролика вы догадались, о чём пойдёт резь. Безответственная администрация. Сегодня не будет просто, знаете, там, просто там попиздю я там, знаете, блин, без пруф. Сегодня будут все пруфы, пацаны. Всё-всё-всё будет. Сегодня докажу, что администрация безответственная. Не все, не все, но многие. Итак, чуваки, давайте начнём с того, что я здесь делаю. Но перед этим я вам расскажу кое-что. Как вы знаете, на серии бегает мой фейк. С таким же скином, понимаете, с таким же скином. Возможно, уже с таким же уровнем. С таким же уровнем. Потому что я вчера встретил его в Де Моргане, понимаете? Лицо к лицу встретил своего фейка. У него в точь-в-точь такой же ник и в точь-в-точь такой же скин. Как он это сделал? Вместо L, понимаете, смотрите, вот буква L, да? Вот L. Вот где L, да? Допустим, вот Кирилл. Вот, видите, да? Он пишет большой И. Смотрите, вот, я пишу И. Видите, маленькая. А вот И большая. И всё, пацаны. И вот вам фейк. Вот и всё. Итак, ну, об этом я расскажу попозже. Это тоже касается из-за того, что администрация безответственная. Чтобы не повестись со фейка, пацаны, пишите мне в ВК, если вы хотите мне что-то подарить и так далее. Пишите мне в ВК. Да, если у меня ВК нету, то, ну, ничего не делайте, короче. Пока я не отвечу, ничего, не контактируйте, так сказать, с фейком. Если я отвечу ВК, то тогда уже понятно, что я вам скажу, это я, либо это не я. Также, пацаны, у фейка не будет номера, как у меня. Смотрите, вот мой номер. 66-333-0. Вот номер, звоните на этот номер, и вы поймёте, фейк я или нет. Вот и всё. Вот этот номер, 666. То есть, две шестёрки, три тройки и в конце ноль. Также, пацаны, также. Смотрите, машина, машина. Лексус, спросите, вот этот Лексус, спросите на номерах UUM747. Его просите тоже показать. Думаю, фейк не сможет вас так наебать, понимаете? У вас есть мой номер телефона, есть мой ВК и есть мой Лексус, чтобы понять, что я не фейк. Это для вас, так, трикс, таких основных, так, факторов, чтобы не повестись на фейка. Итак, пацаны, начнём с того, как я сюда попал, да? Начнём с того, как я сюда попал. Я катался, короче, ехал из дома и выехал случайно на встречную полосу движения. И решил развернуться. Меня посадили и в Де Морган, и выдали в ВАРН. Охуенно, пацаны, охуенно. Просто, да? Выдали ВАРН и Де Морган. Почему я вас смущаюсь так, пацаны? Да потому, что за это нарушение даёт всего лишь одно наказание. Как бы, я написал жалобу. Я написал жалобу, короче. И мне даже ответили там эти администраторы. Они пишут, когда даётся ВАРН, Де Морган слетает, короче. Там вот такие они там умные, короче, да. Блядь, они тоже, а ничего, что, блядь, нихуя не слетело. Я три часа сижу в Де Моргане, понимаете? Но уже поменьше. Там ещё, знаете, младший министр такой выгнулся, типа. Это я написал новое жалобу, типа, там вся хуйня, короче. И чё, блин, ничего даже такого не написал, понимаете? Блин, ну я не отрицаю от того, что, блин, да, они ошиблись. Они дали одновременно мне два наказания. Они сами это написали, в принципе. Одновременно дали наказание. Один дал Де Морган три часа. Хотя это даже не ЭПП. Какие три часа за встречку, блин? Я просто развернулся и всё. Я даже секунд тридцать по встрече не ехал. Это буквально было секунд десять. Я развернулся и ехал назад. Понимаете? Мне дали три часа Де Моргана и ВАРН. Смотрите, вот ВАРН. Ун, ВАРН. Вот этот админ дал мне, как видите, этот, как его, ВАРН. А тот админ дал мне Де Морган. То есть, хайп северов дал мне Де Морган три часа. Вообще замечательно, блин. И такие умные, знаете, когда даются ВАРН, типа, Де Морган слетает, короче. Да. Ни хера подобного, блядь. Я им скрины там скинул, что у меня ничего не слетело. Они что, дебилы или что? Реально, они что, дебилы? Я им скрины скинул, что я в Де Моргане сижу три часа. Они говорят, он слетает, типа. Где, блядь, он слетает? Где? Покажите мне. Я вот не понимаю просто этой дичи. Блин. Просто не понимаю. Но это еще цветочки, пацаны. Это еще цветочки. Я написал жалобу там. До сих пор жду, короче, как видите. Ну, блядь. Понимаете? Так проверяют, короче, у нас. Так, ПД пришел. Ну, видите, мне еще час с чем-то сидеть. Я уже сидел час. Час четырнадцать минут я уже сидел. Понимаете? Ну, блин, три часа сидеть, конечно, это, блядь, не по приколу, я вам скажу. И что произошло вчера? Где-то в восемь часов по... Нет, даже не в восемь. В пол восьмого по Укрвремени, ну, то есть в пол девятого по МСК, обнаружил самый Фэй, который был в казино. В таком же скине. В таком же скине, пацаны, да. А, в таком же скине обнаружился мой Фэйк. Какой всех обманывал, понимаете? Я писал администрации в личку ВК. Думаю, админом писал. Один просто был не в игре, второй был... Сначала пишет, я не в игре. Потом пишет, я в ВФК. Блядь. В итоге я ему скинул все пруфы и так далее. Он ударил меня с друзей и заблокировал. Охуенный админ. Привет тебе, большой, если ты это смотришь. Большой тебе привет. Просто, блин, серьезно. Я ему предоставил все пруфы, понимаете? Этому администратору. Я не буду говорить его ник. Не буду палить его именно ВК. На скриншоте я вам скриншот предоставлю. Я не буду палить его ВК. Как бы... Не хочу, чтобы, возможно, ему за меня влетело. Типа, что он там мне помогал и так далее. Типа, он пишет, а чем я могу помочь? Блядь, ты администратор нормального уровня. И ты не знаешь, что с такой ситуацией делать. Ну, серьезно, блин. Я администратор тоже на... Другом проекте, кстати. Извязь за свой голос, я приболел. Поэтому я сейчас разговариваю. Я тоже администратор на сервере. Не буду говорить на каком. Там онлайн 200 человек. Блядь, ну я бы разобрался в этой ситуации. Блядь, это так легко проверить. Фейк ты или нет. И понимаете? Вот я сейчас проверил настоящую работу администрации. Был бы я под ником Кирилл Путбуль. Мне бы, я думаю, ответили по-любому админы. А так 2 часа, понимаете, мне никто не отвечал даже. Я писал каждую минуту жалобу, что этот чувак фейк. Писал его ID. Но никто даже мне не отвечал. Не, потом вот ответил мне администратор Максим Поляков. Наверное, это один из самых более нормальных администраторов. Он написал... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Писал мне, чтобы я написал жалобу. Я это сделал, в принципе, но потом я ее потерял, эту жалобу. Я реально ее потерял. Но в итоге я нашел, в принципе, ее. Но, блин, все равно это не по кайфу. А на протяжении, понимаете, я потратил на все это 3 часа. Я писал админам в личку и так далее. Двум админам писал в личку. Один просто не в игре был. Он мне потом в итоге ответил. Но толком так и ничего не ответил. Но против него я ничего более не имею. А вот этот администратор Артем, вот этот, как он мне варм дал. Хайп сейверов, не буду говорить, еще одного администратора и остальные, блин. Но реально это безответствовать. Вы не могли разобраться в такой обычной ситуации, блин. Проверить того чувака и меня. Понятно, у кого левел больше, тот и значит не фейк, блин. Как бы, мой ник знал всего лишь, наверное, админос. Один администратор? Хотя нет. Даже не один администратор. Хайп сейверов знал мой ник, потому что я жалобу, что написал. Они увидели, что, блядь, вот это Кирилл Гейб, там вся хуйня. Но их на этот момент, по-моему, на сервере не было. Ну, неважно, блин. Но на этот момент были админы на сервере, понимаете. И все игнорили, просто игнорили. Кирилл Гейб Кирилл Гейб Кирилл Гейб видите это со стороны видите обычного игрока сами я уверен было бы то же самое это хорошо блять у меня подписчики не мне помогли и мне скоротили срок бана на 15 дней но блять понимаете если обычный игрок вот вот какое к вам отношение будет вот какого к вам будут отношения от администрации максим поляков таки не знал что это я но блин он все-таки ответил написал блин что мне нужно сделать это реально круто это реально круто а что произошло потом пацаны спустить это два спина часа дать это так два спина часа я смотрю что моего фейка посадили в деморган тоже понимаете я был один деморгане мне нужно было попасть к нему сначала я писал админом типа чтобы они меня убили нихера потом я залез вот сюда короче и забавился сюда специально залез найти так бежишь и бага еще руки по я застал помогите они мне прописали спавной димой я убираю спавница и появляюсь там в деморгане и встретился лицом к лицу с этим сука пидорасом с этим фейком блять ебаным просто с этим ебаным фейком и понимаете он такой убивал сначала от меня типа пишет по этим я это снимал даже я вставлю это все а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, это тоже плохо, конечно, не спорю Субтитры сделал DimaTorzok Возможно, с этим связаны как-то админы, я думаю Но это не точно, блин Возможно, я, блядь, хуйню сморозил Но серьезно, блин, никто не мне не отвечал Админы были в сети Я видел, они наказывали других игроков Не спорю, блин Может, они ему репорт не видели Но не, блядь, не 50 раз, как я писал, блядь За час Я где-то за все время написал 150 раз, понимаете Я писал и в жалоба И в вопросы, блядь И написал ЖБ То, что вот фейк мой и так далее, блядь Вообще ноль реакций просто, понимаете Вот это называется безответственность, пацаны Вот это называется безответственность То, что, видите Я бы со стороны обычного игрока Они же не знали, что это вот это я Ну, не все знали, что это я, блядь И вот вам результат, пацаны Вот работа обычных админов к игрокам обычным Вот вам и все Все пироги, так сказать В принципе Поэтому, пацаны Вот такая вот хуйня Не ведитесь на фейка, пацаны Там, не нарушайте Потому что, сами понимаете, блядь Админы, походу, немного головой ударились Некоторые И, блядь Дают вам наказание Потом говорят, что, блядь Одно слетело, блядь Хотя нихуя подобного Хотя там пруфы были Что нихуя не слетело у меня Но им похую, блядь Они написали, типа Та слетела, ебать И все, нахуй Нам похуй Вот такая вот хуйня, пацаны Всем спасибо за просмотр И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok